На предприятиях по производству никеля особое внимание уделяется вопросам охраны труда. Должны быть предусмотрены необходимые меры, обеспечивающие самые минимальные выделения вредных веществ, тепла, газов и пыли. Кроме того, должны быть сведены к минимуму отрицательно действующие на человека факторы – шум, вибрация, статическое электричество и лучистое излучение. Безопасность производственного процесса обеспечивают правильным выбором и размещением производственного оборудования, организацией рабочих мест, подбором приемов, режимов работы и порядка обслуживания оборудования, а также применением индивидуальных средств защиты. Все агрегаты обустроены системой отсосов и очистки вентиляционных и технологических газов. Это скруберы, циклоны, электрофильтры. Производство никеля – сложный многооперационный процесс, включающий в себя добычу, обогащение руды и металлургическое производство. Предварительная подготовка материалов для рудной плавки осуществляется на агломашинах, где обжигают окатыши или получают спеченный агломерат. В цехе агломерации предусмотрены две системы очистки воздуха – общий цеховая и система удаления вредных веществ в ходе технологического процесса. Процесс агломерации сопровождается выделением газа, пыли и тепла в рабочую зону. Снижает запыленность и температуру воздуха в цехе, разбрызгивая через форсунки воду. Все открытые, вращающиеся и подвижные части агломашины огораживают кожухами, а рабочие площадки и лестницы – перилами. Шехтовкой и работой агломашины управляют с пульта. При нарушении работы оборудования действует световая и звуковая сигнализация. Во время чистки форсуночных окон от шлака образований необходимо работать в светозащитных очках. Во время работы машины запрещается заходить за укрытие маятникового питателя. Во время работы механизмов уборки просыпи и очистки колосников нельзя находиться за ограждением привода в шахте машины. Постоянно ведется контроль за запыленностью и загазованностью воздуха на рабочем месте. Необходимо следить за герметизацией люков и фланцевых соединений улит. Рабочие агломерационного цеха должны быть одеты в соответствии с требованиями по технике безопасности. Плавка на штейн при производстве никеля осуществляется в рудно-термических печах. Основные вредные производственные факторы в плавильных цехах, выделение в рабочую зону аэрозолей различных окислов и сернистого газа, а также высокая температура воздуха на рабочих местах. Для устранения всех этих факторов в цехе применяют специальное охлаждение и завесы. Для обеспечения аэрации открывают окна, устраивают аэрационные фонари незадаваемого типа, на площадках обслуживания печи, кабины отдыха грибкового типа, в которые подают очищенный воздух. Для снижения выделения вредных веществ во время сливов продуктов плавки над ковшом устанавливают вытяжные зонты и бортовые отсосы над выпускными отверстиями печи. Управление печью осуществляется с пульта, на котором установлена система аварийной остановки плавки. Токоведущие элементы на всех участках печи имеют ограждение. Лестницы, рабочие площадки, проемы, движущиеся части оборудования также огораживаются. В электропечи, работающей под самозавал, должна быть обеспечена равномерная загрузка материала по всей длине печи, причем запрещается загружать материалы, влажность которых превышает 3%. На рабочих местах постоянно проводится контроль загазованности воздуха. Плавильщику рудно-термической печи необходимы щиток, каска, противогаз. Его рабочая одежда состоит из суконного костюма, войлочной шляпы, валенок и вачек. Процесс конвертирования происходит за счет окисления продуктов, содержащихся в штейне. При продувке горловину конвертера подводит под воздухоохлаждаемый напыльник, через который технологические газы отводятся в газоход. Защитное устройство на рабочей площадке предохраняет рабочего от лучистого тепла, брызг и твердых частиц, выбрасываемых из горловины конвертера. Рабочее место фурмовщика оборудуют душирующей вентиляцией. Кабина снабжена кондиционером. Индивидуальные средства защиты конвертерщика аналогичны средствам защиты рабочих плавильного передела. Контроль за оптимальным введением технологических процессов осуществляется при помощи приборов и средств управления. Приемы безопасной работы конвертерщика в производстве никеля и меди аналогичны. После охлаждения и измельчения в шаровых мельницах медно-никелевый файнштейн разделяет флотацией и получает никелевый и медный концентраты. Для создания безопасных условий работы приводы флотомашины огораживают. Основным источником загрязнения воздуха рабочего пространства является флотореагент. В флотационном отделении оборудуют общееобменную приточно-вытяжную вентиляцию. Рабочий цех офлотации одет в соответствии с инструкцией по технике безопасности на данном переделе. Сульфидно-никелевый концентрат обжигает в печи кипящего слоя. При обжиге удается серо. Возле загрузки предусматривают окно, снабженное устройством, защищающим рабочего при случайных выбросах из печи горячего газа. Конструкция устройства для выгрузки должна обеспечивать непрерывную выгрузку агарка без выделения газа и пыли в атмосферу цеха. Для предотвращения выбросов предусматривается укрытие питателя, разгрузочной камеры и конвейера. Газы из укрытий направляются в пылеулавливатель. Рабочие должны быть одеты в соответствии с требованиями по технике безопасности и постоянно иметь при себе противогазы. Печь оборудуют газоанализаторами. Все контрольно-измерительные приборы, по показаниям которых производится автоматическое или ручное управление работой печи, вынесены на пульт, расположенный в отдельном помещении. С рабочими местами поддерживается телефонная связь. Восстановление закиси никеля до металла производится с помощью кокса в дуговых электропечах. Загрузка шифты в печь производится из кюбелей через свод печи. При загрузке ловильщик должен находиться на безопасном расстоянии, так как возможны выбросы горячих газов. При наращивании электродов печь необходимо отключить. Запрещается стоять перед рабочим окном электропечи во время плавки и снятия откосов. При доводке плавки необходимо иметь в виду, что возможны выбросы пламени из рабочего окна. Над печью устанавливают вытяжную вентиляцию, обеспечивающую удаление газов. Перед сливом чернового никеля или шлака печь необходимо отключить. В процессе слива выделяющиеся газы удаляются через вытяжной зонт. Полученный черновой никель ковшом изливают в миксер. Из миксера через дозатор никель разливается на аноды для электролитического рафинирования. Одежда рабочего должна защищать его от брызг металла и лучистого тепла. На разливочных машинах в местах выделения газа и пыли предусматривают местные отсосы. Приемы безопасной работы машиниста разливочной машины в производстве никеля и меди аналогичны. Для получения никеля высокой частоты применяют способ электролитического рафинирования. В этом процессе особое внимание необходимо уделять мероприятиям, предотвращающим поражение электрическим током. При электролизе постоянным источником испарения электролита, выделения тепла, вредных паров, газов и жидких аэрозолей являются открытые поверхности электролизных ванн. Для удаления вредных испарений с поверхности ванн устанавливаются боковые отсосы на уровне электролита. Приточный воздух обменной вентиляции подается через щели в полу и проходах между ваннами или через воздухораспределители в цехе. На рабочих местах устанавливают местную приточную вентиляцию. Используют также естественную вентиляцию через аэрационные фонари и шахты с крышными вентиляторами. При выгрузке катодных матриц, а также катодов или анодов из ванн, необходимо принятие мер для предотвращения попадания электролита на кожу. При работе с основами, катодами и другими материалами с острыми кромками необходима защита от получения механических травм. При выгрузке шлама необходимо надеть очки. Приемы безопасной работы при электролизе меди и никеля аналогичны. Все вновь поступающие на предприятие проходят инструктаж по технике безопасности в специальных кабинетах, оборудованных видеотехникой и другими наглядными пособиями. Система мер по охране здоровья работающих на предприятии с непрерывным производственным циклом входит обеспечение горячим и калорийным питанием. Столовая работает круглосуточно. К услугам рабочих комфортабельные бытовки, душевые. На предприятиях никелевой промышленности большое внимание уделяется медицинскому обслуживанию. Для предотвращения профессиональных заболеваний проводятся систематические комплексные обследования. Работает заводской профилакторий. В заводском профилактории можно отдохнуть и получить необходимые оздоровительные процедуры. Улучшение качества продукции и интенсификация производства в значительной степени зависит от неукоснительного выполнения всех правил охраны труда. Редактор субтитров А.Семкин